Приветствую вас! В вашем тексте есть два основных момента. Первый момент – это то, что вы хотите быть красивой и стройной. И второй момент – это то, что вы начинаете бесконтрольно есть и страдаете булимией. Хотя, в общем-то, булимию еще нужно диагностировать и, соответственно, найдет лечение. Откуда вы знаете, что у вас именно булимия, для меня остается загадкой. Но ключевой момент в этом тот, или лучше сказать, такой, что вы, значит, держитесь, держитесь, держитесь. То есть, грубо говоря, не едите. А потом как будто срываетесь, да, и начинаете, соответственно, ездить все подряд и меньше двигаться. То есть, во мне что-то щелкает. Видите вы? Вот на этих двух аспектах мы с вами заострим внимание. И уже в зависимости от того, какие выводы вы сделаете для себя на основании того, что я скажу, вы уже будете двигаться дальше в твоей жизни, в твоем стремлении к тому, что вы считаете для себя ценным и важным. Во-первых, вы пишете, что вы хотите быть стройной и красивой. Зачем? Это ключевое место. Зачем? Понимаете, если вы хотите худеть, если вы хотите ограничивать себя в еде, если вы хотите питаться правильно, это, в общем-то, не то, чтобы слишком тяжелая прямо уж работа или не слишком уж, не то, чтобы это слишком сложно сделать. Нет. Тут скорее только в том, что это требует именно систематического, постоянного поведения. Об вас, конечно же. И для того, чтобы оно, это систематичное поведение было, необходимо понимать, зачем вам это все нужно. Для чего вам это все? С какой целью? Понимаете? С какой целью вы, например, хотите похудеть? С какой целью вы, например, хотите быть красивой? А быть красивой и стройной, как вы говорите, это вообще как? Ну, то есть как это вообще быть стройной и красивой. Почему вы считаете, что вы сейчас не стройная и не красивая, например? Из-за чего вы так думаете, по какой причине вы так считаете про себя? Понимаете, чтобы быть красивой и стройной в психологическом смысле слова, нужно, я бы сказал, здесь и сейчас принимать себя такой, какая вы есть. Вы этого сделать явно не можете, потому что вы называете себя полноватым. Вот и, соответственно, вопрос к вам. Так если вы себя не принимаете до конца, то вы никогда и не сможете отжить от себя стройной и красивой. Потому что вы всегда будете ориентироваться на что-то внешнее. И вы даже не знаете, что, ну, например, что так можно дойти и до противоположности булимии. То есть, грубо говоря, анорексии. Я не уверен, что это то, чего вы хотели бы для себя. Но чтобы этого не было, в любом случае, нужно как-то уравновесить. Нужно принять себя такой, какая вы есть сейчас. Любить себя такой, какая вы есть сейчас. И тогда у вас появится реальный шанс добиться своей цели. Тогда у вас будет реальная возможность реализовать то, чего вы хотите. Для этого, опять же, нужна цель. То есть, для чего, зачем, почему вы этого хотите именно. Понимаете? Это, на мой взгляд, обязательно нужно сделать. Без этого, без данных позиций ничего не получится у вас. Потому что вы можете совершенно спокойно, постоянно ориентироваться только на какие-то внешние факторы. И при этом полностью игнорируя то, что есть у вас самой прекрасного, например. И это все будет приводить в итоге к постоянной борьбе и постоянному, опять же, непринятию себя. То есть, если вы хотите быть красивым, то красивым нужно быть всегда. Вне зависимости от каких-то условий. И если вы говорите, что я хочу быть кем-то, кем я сейчас, по моему мнению, да, не являюсь, то это говорит о том, что вы себя не слишком-то сильно и любите. И если вы себя не слишком сильно любите, то это очень объясняет то, почему каждый раз, когда вы становитесь на путь похудения, у вас ничего не получается. То есть, вас как будто бы кто-то сбивает постоянно, да, вам как будто кто-то не дается сделать то, чего вы хотите. И совершенно очевидно, что то, что вам не дает сделать то, чего вы хотите, связано с тем же, что и дает вам отсутствие принятия себя. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, это именно так. Смотрите, нужно прислушаться к себе. Значит, почему вы срываетесь? Кто заставляет вас срываться? Кто подначивает вас это делать? Кто соблазняет вас так поступать? Согласитесь, это важно. Очень важно. Очень важно. И от того, как вы воспримете для себя данную ситуацию, будет зависеть ваше дальнейшее поведение. Что это значит? Это значит, что вам, ваши родители, скорее всего, внушили то, что вы некрасивые. То, что вы не просто некрасивые, а то, что вы должны быть некрасивыми. Это ваше, грубо говоря, призвание быть некрасивыми. И вот здесь вся тонкость в том, насколько, как и почему вы принимаете, либо не принимаете этот посыл и тем самым не разрешаете себе быть той, кто есть. Подобные вещи требуется отследить в обязательном порядке. Подобные вещи требуется определить, отследить, фиксировать, зафиксировать. И после этого вам необходимо, на мой взгляд, найти запрет, который не позволяет вам быть той, что вы есть. Значит, найти мотивацию. То есть, почему я, грубо говоря, хочу быть такой. Почему я хочу подознательно, почему я хочу себе вредить. Да? Зачем я это делаю? Для чего я это делаю? Вот. В данный момент, конечно, опасно. Но пока вы не увидите для себя вот этих вот скоростей, да? То есть, пока вы не увидите для себя вот этих вот вещей, которые вас вбивают с вашего пути. Пока вы не увидите того, кто, почему вам мешает быть той, кто вы есть. Вряд ли у вас что-то получится. Вряд ли вы сможете добиться твоей цели. С другой стороны, с другой стороны, необходимо отследить все в случае, когда вы, ну, грубо говоря, срываетесь. Для чего? Чтобы понять, что запускает этот механизм, механизм срыва. Есть мнение, что, когда вы, например, когда вы, допустим, срываетесь, вы не чувствуете себя в полной мере в безопасности, вы испытываете потребность получить эту самую безопасность. То есть, вы испытываете потребность в том, чтобы себя защитить от стресса, который имеет место быть в вашей жизни возможно. И, соответственно, если вы защищаете себя, то нужно понять, от чего вы защищаете себя, с чего вы видите угрозу, опять же, для себя. Почему угроза является угрозой для вас? Ну, то есть, что заставляет вас считать угрозу угрозой? И далее вам нужно будет изменить свое отношение к этому, либо, ну, либо сделать так, чтобы угрозы больше не было. По крайней мере, для вас, по крайней мере, именно ваше восприятие. Потому что до тех пор, пока в окружающем мире будет существовать что-то, что стимулирует вас на то, чтобы, например, срываться, ну, совершенно очевидно, что вы срываться не перестанете, а совершенно очевидно, что вы будете продолжать это делать. Так что я думаю, что именно в этих направлениях вам следует двигаться. Дальше. Следующий момент. По поводу клиники, которую вы готовы положить. Я рекомендую вам, конечно, приконсультироваться с врачами, безусловно, потому что это важно. Но в любом случае, ввиду отсутствия химической зависимости от еды, и ввиду зависимости чисто психологической, хотя бы в эндорфинах, то есть гормонах радости, гормонах удовольствия, которые вы получаете, именно в процессе, именно в процессе, ну, в процессе питания, именно гормоны радости. В психологической зависимости, а в психологической зависимости есть, а вот в зависимости физической нет. И поэтому вложиться в клинику вам, ну, на мой взгляд, не рационально. То есть можно, но не рационально. А вот. Гораздо рациональнее здесь действительно начинать анализировать себя, свою жизнь, взаимоотношения с родителями, свой путь, свою самостоятельность. И тогда, я думаю, вы сможете увидеть, откуда взялся у вас этот деструктивный сценарий, который преследует вас на протяжении вот как раз вашей жизни. То есть если пройти вопросы обстоятельно и как следует, то, на мой взгляд, все можно будет исправить. Достаточно легко. Ну, то есть, конечно, это займет время, безусловно, но, тем не менее, вы сможете с этим справиться. Как только вы увидите, что именно вам мешает быть той, кто вы есть. На мой взгляд, на мой взгляд, это все решаемо, и все это можно сделать, в принципе, без клиники. Вот. Если ситуация очень тяжелая, и вы считаете, что, ну, вы чувствуете, что не можете вообще себя контролировать, и ничего не можете, то в таком случае, да, можно обратиться в клинику, там вам помогут, но с психологом работать все равно будет нужно. То есть вы либо вы сделаете это сейчас, либо вы будете делать это потом. То есть тут, на мой взгляд, решение принимать только вам исключительно. Но я рекомендую поработать с психологом сейчас. То есть выбрать и поработать. Хотя бы увидеть, откуда вообще булемия-то взялась, откуда ее происхождение берется. Я вас удивлю пока, если скажу, что булемией или своим нарученным пищевым поведением вы, сами того не зная, хотите, по-видимому, либо себя наказать за что-то. И тогда вы испытываете чувство вины. Либо вы хотите подсознательно быть ближе, значит, к своим родителям, которые стимулировали и стимулируют вас до сих пор на то, чтобы вы действовали вот таким образом. не самым хорошим, но родители это мало волноват. Соответственно, соответственно, если вы хотите выйти из этого состояния своего, из этого положения своего, то да, придется вкладывать усилия, но эти усилия будут направлены на то, чтобы вам стало лучше. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Пока я рекомендую подумать на эти темы, которые я озвучил, вот. И в дальнейшем уже принять решение. А если у вас остались вопросы ко мне, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok